Продолжение следует... Продолжение следует... По-любому в Steam она продается на Greenlight за... В Steam она продается за какая разница, сколько рублей, если она есть на всех торрентах. Ладно, окей, новая игра, поехали, посмотрим, что там. Может быть, Носков Сергей сделал что-то действительно стоящее, тогда я игру куплю с радостью. Просто покупать что-то у русского разработчика, это как брать кота в мешке на блошиновом рынке. По-любому подсунув с глистами. В описании игры очень долго и нудно описывается постапокалипсис. Ну, видно, что Носков Сергей прилично пофапал на серию Сталкер и Метро. То есть, там присутствуют такие строчки, как человечество вымерло вследствие какой-то там, даже не помню чего-то, или биокатастрофы, или херня, или чего. В общем, разрушенная инфраструктура, опустевшие города и селения. Зачем вот так расписывать, если постапокалипсис, он всегда такой. Он другим, в принципе, почти не бывает. Когда вы говорите постапокалипсис, люди уже представляют себе разрушенную инфраструктуру и брошенные города. Скорее всего, тоже разрушенные. Главный герой это два путника. Только что один чего-то кому-то сказал, но сказал он это с субтитрами. Видимо, он вещает прямо в череп. Я не слышу никаких голосов здесь. Так, нужно проверить свои вещи. Отлично, у меня есть... У меня нарисованный фотоаппарат, нарисованный крестик надгробный. А, это, наверное, аптечка. Нарисована вилка и ложка. Столовые приборы в количестве одна штука. Батарейка ноль. Фотик и фонарик. Да, ну, фонарик. Отлично. Нож. А, фотик. Фотоаппарат от фирмы Loma. Я даже не знаю. Ну, нафоткать главный герой тут чего-то. Где он будет проявлять это всё? Братан, давайте на фоне избушки сейчас ёбну. Улыбочка, улыбочка. Эээ, мазафака, эээ, давай как в аномаз. Блядь, у тебя что, кто-то умер? Ну, у тебя и грусть на лице. Ладно, пойдём. Симулятор ходьбы. Я сразу посчитал, что это игра. Ох ты, симулятор бегает. Идём. Вы обратили внимание, что они ничего не говорят, блядь? Может, я в настройках голоса не включил? Где тут звук-то? Звук плюс-минус. Заебись. Настройки, я хочу сказать, такие вариативные. Эу, камон. А, заставка уже? Ну чё, первый левел пройден. Хулибать осел, сразу прошёл. И вот они пошли в туман. Откуда они идут? Непонятно. Из какой-то избушки, в которую они тоже, вероятно, откуда-то пришли. И за ними, из избушки, наблюдает пустота. И это был, сука, пролог. Отлично. 35 миллиметров, наверное, это какая-нибудь выдержка объектива, блядь, или чё-нибудь такое. Потому что, ну там, снизу такие характерные дырки, как от плёнки, якобы. Я вот, не знаю, я знаю только миллиметры ртутного столба. Я вообще в геометрии не очень. Блин, я свернулся проверить звук, короче, и забыл, забыл нажать на волшебную кнопку записи. Амбиент в игре орёт довольно громко, но довольно-таки неплохой. Ну, я, короче, немножко всего отбежал от дороги, там мой спутник стоит. Я просто тачку увидел, и... Надеюсь, в доме никого нет, выглядит неприветливо, говорит субтитрами главный герой. То есть, я понял, Сергей Носков сказал сам себе, озвучка, пошла ты типа нахер, да? Да, я и без озвучки, я и субтитрами выражу все свои мысли и идеи. Вот как бы банка варенья, которая, по сути, наверное, жратва. Здесь не пишут, когда ты можешь что-то взять, или можешь с чем-то повзаимодействовать. Об этом тебе никто ничего не сообщает. Ты вот на свой страх и риск прицеливаешься во что-то, жмёшь кнопку Е, и, может быть, это возьмётся, если это какой-то игровой предмет. Ну, в данном случае можно было даже табуретку взять, но не знаю. Были в дороге около трёх часов, на пути встречались обжитые поселения, но заглянуть туда мы не решились. К километре отсюда спустило колесо, пришлось бросить машину и сойти с дороги. Несколько дней переждали в хате, вокруг тихо, пара пустых домов и только. Но вчера услышали в лесу выстрелы и поспешили убраться. Да ёпта, как её закрыть-то? То есть, кто писал эту записку, зачем он её здесь оставил, непонятно. Радует употребление словах, словы хата. Следы от... Следы от хрен знает чего, потому что как-то они очень плотно расположились. А, понятно, почему они не забрали эту машину, в ней нет руля и сидений. В ней вообще ничего нет, это какой-то макет машины. Здесь, наверное, кто-то русское кино снимал, тип Сталинграда. С пластмассовыми домами и спиноблоков. Так, ну чё, я нашёл баночку варенья, короче. Мой спутник, слава богу, не видел, как я её нашёл, поэтому можно будет сожрать её ночью под подушкой. Те люди, которые оставили записку в доме, которые услышали выстрелы и поспешили убраться, оставили также одну аптечку и, ну да, и банку варенья. Видимо, им оно не нужно, они не лечатся, они не едят. Они не едят сладкое, наверное, на диете. Мой спутник идёт так, будто он хорошенько насрал в штаны. Просто, я не знаю, периодически ботинки его проваливаются в текстуру земли, он вяло пылит. Там какой-то звук был такой не очень душевный. Вообще, это похоже на движок от Сталкача, по-моему. И вообще, Сергей Носков мог бы сделать Сталкача. Возможно, это и есть какая-то версия Сталкача от Серёги. Прыжки. Так, минутку. О, озвучка-то вернулась? Всё верно. Скоро будем у дороги. Я уверен, что озвучивал, скорее всего, сам Сергей. Ну что ж, неплохой баритон. Так, всё верно, будем у дороги. Это тут кругом одни дороги. Вообще, ты похож на Ашера из сериала «Спартак». Ты в курсе? Мерзкий сириец. Тогда это объясняет твою дебильную походку. Эй, осмотрись, если хочешь. Я тебя догоню. Хули тут осматривают? Тут вообще ничего нет. Эх, велика старушка Русь. Нет конца и края. Я, наверное, обосрусь, место выбирая. Стихи. Бля, как тут весело. Можно я вам буду как этот, как осёл из Шрека, когда они долго ехали делать? Вы пришли? Нет? Вы пришли? Вы пришли? А сейчас? А сейчас? Вы пришли? Как беспалевно прорисовываются кусты на настройке графики ультра. Знаете, что может быть скучнее? А, не, я понял. Нет, я, блядь, я хотел сказать, что... Я хотел родить шутку насчёт того, что было бы чертовски скучно играть в симулятор грибника. То есть, ходить по лесу, искать грибы. Но потом подумал, что искать грибы это хоть какое-то занятие, а мы в игре просто идём. А потом я ещё подумал, что, может быть, здесь можно всё-таки искать грибы. Вот прямо в этой игре главные герои должны что-то жрать. Местность тут дикая. Чё ж ты в кустах не посрал? Зачем ты в штаны сходил, чувак? Бля, я пойду чаю налью, это пиздец. Заодно мой спутник уйдёт подальше, а я его догоню потом. Хотя, может, я его потом уже не найду. Поставлю-ка я на паузу. О, нормалёчик. Слышишь, чувак, а как тебя зовут-то хотя бы? Кто ты? Почему мы вместе? Я вообще тёлкой хоть... А, я мужиком играю вроде, да? Откуда мы друг друга знаем? Куда мы идём? У меня, блядь, столько вопросов. Да, я буду звать тебя Сергей? Разработчик игры ведь Сергей? Вот я буду отождествлять тебя с разработчиком. Не, я не к тому, что Сергей носков срётся в штаны, я к тому, что... К тому, что надо же, блядь, персонажу имя дать какое-то, наверное. А ты не из болтливых. Так сказать, ты херовая находка для шпиона. Смотри, поляна белых. Я же сказал, тут грибы, походу, можно собирать. Что-то, блядь, я впервые вижу треугольные грибы. Пятиугольные... О, боже. Полигонов пожалели, ёпта. В намаз порви, порвися, порви. Сделай разгромный обзор этой игры в намаз. Накажи Сергея Носкова за дерзость. Вот ванамаз демо, блядь, игра, да, ебать. Одно дерево там, нахуй. Все ресурсы съедает, но зато это, блядь, дерево просто вообще... Самое дерево... Нихуя тут деревья в рядок выросли. То самое чувство, когда я, блядь, даже... То самое чувство, когда даже лес нормальный и делать лень. А Серёга-то без меня, смотрю, вперёд особо не уходит. Когда я отхожу, он остаётся на месте. Ещё здесь нету карты, здесь нету компаса. Если я уйду подальше, я уже, думаю, никогда не найду Серёгу больше. Не увижу его. Поэтому мне, блядь, страшно уходить, что-то обыскивать. Это, знаете, как пойти в лес за грибами и забыть, где ты тачку оставил. Выходишь на дорогу и думаешь, блядь, и налево идти по дороге или направо. Безумное веселье, блядь, интересно. Надо из принципа посмотреть, как это Блэк Сильвер проходит, что он вообще говорит тут. Я понимаю, что жанр-то абсолютно его. Ходьба. Порожняковая ходьба, атмосферная. Это то, что Блэк и любят, но ебать. Смотреть-то, кто это будет. Вот так вот, утрись аватар, блядь, со своими этими тычинками. Вон тут какая перхоть летает реалистичная. Мы вот этим волосатым доиграем в ватнички. Серега, давай тачку возьмем. Мы посмотрим, может хоть. Блядь, вишневая девятка, Серега, мечта девяностых. Давай, давай, надо брать. Серега, помнишь эту песню? Твоя вишневая девятка. Все время глохнет за углом. Нахуй там эта картинка, блядь. Для чего она там лежит, хуй поймешь. Твоя вишневая девятка. Видно, что текстура машины такая, как будто она корродирует уже активно. Есть легенда, что если на приори заехать ночью в лес, выключить звук, радиофары и прислушаться, можно услышать, как она гниет. Опять непонятные следы, как будто здесь проехал, знаете, робот этот из терминатора на сплошной гусенице. А, это этот, сука, робот из утиных историй, рыбакоп-утка, как его там, мусоробот. Да, Серега, иди вперед, сейчас я догоню. Телефон зарядки сниму и догоню. Все, Серега, я иду, подожди. Охуенно, всю жизнь бы играл. О, надо сфоткать, надо сфоткать вот это неебически классное дерево, на котором нет ни одного листка. И выложим ее в постакополептический, блядь, инстаграм, наверное, не знаю. Загрузка, охуять. Это что, это после фотки так долго загружалась игра? Фоторепортером был? Фоторепортером был? Да, видишь, у меня камера какая профессиональная. Зеркалка, блядь. Зеркалка 70-х. Хе-хе-хе. А теперь где озвучка? Кто-то назвал фотоаппарат маленькой машиной времени. Он позволяет окунуться в прошлое. Вспомните, прочувствуйте эмоции. Хотя порой это бывает крайне болезненно. Все же хорошо, что есть такая возможность. А Серега-то романтик, походу. Не вот этот, Носков, который диалоги писал. Машинка времени. Маленькая. Фотик. Так, ну что, мы пришли. Мы пришли под линию высоковольтных проводов. И тут есть какие-то подстанции электрические, которые... Не знаю, за каким хером они стоят под высоткой. И там вон следом еще одна сразу же. Учитывая, что с этой подстанцией вообще никуда не идут никакие провода. И она абсолютно ничего не питает и не распределяет. Блять, что это за здание? Это загадка. И зачем там вот эта дыра с арматурой? Кто-то волосами, короче, попытался запереть дверь. Мотню свою, наверное, за луп из брилы и... Пффф. А еще тут... Накурил. О, целая баночка тушенки. Вот кто-то две сожрал, а одну оставил. Не знаю почему. И больше тут ничего нет. Так, Серега снова срет штаны. Братишка, ты что, покушек принес? Бля, я не могу, бля, вообще, ёпта. Вот это игра века, блядь. 10 из 10 по Логвину. Однозначно. Потрясающее приключение, атмосфера, все вообще. А, теперь мы сюда идем, да? Серега, мы что, мы шли на север, теперь на запад, да? Не знаю, почему мы так петляем, как будто за нами кто-то гонится. А если я побегу? Опа. Кажется, эта собака хочет напасть на нас. И смотри, мясо, да? Что? Привет, песик. Привет, песик. Что ты тут делаешь, псина? Я даже не знаю. Почему собака в мире постапокалипсиса не одичала и не нападает? Серега, Серега, что ж ты, блядь? Документалки-то хоть не посмотрел перед тем, как игру делать. Буханка. Ну, что, ну, круто. Что я могу сказать? Вот, конечно, приятно видеть знакомые остовы машин, знакомую природу, блядь. Но все это порожняково, вообще. Не стоит уходить далеко. Блядь, что не стоит делать? Так это вот такие прозрачные стены, которые мне сейчас не дают пройти дальше. Ну и залупа, Сергей Носков. Я-то думал, что здесь не ебаться открытый мир, а здесь просто коридорчик и прозрачные стены. Борщевик, по-моему, да, это он. Если на кожу попадет сок этого говна, будет фитоожок. Потому что борщевик усиливает воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу, сука твоя мать-человека. Вот такой я умный. Серега, собеседник из тебя говно. У тебя бабы-то хоть были? Чем ты их развлекал, кроме шишки? Да, походу, с таким словарным запасом до шишки, наверное, и не доходило, блядь, никогда, я не знаю. Ай, ёпта, вот это да, блядь, научились игры делать. Опа. Серега, а что это там справа, псари? Я, наверное, в глаза ебусь, но там кто-то стоит. Пойду нападу на него, это джипперскрипперс какой-то. Жуть. Ну, кто-то шмотки сушит, короче. Это даже не пугало, потому что тут ничего не растет. Даже, может, конопля где какая, не знаю, у тебя вороны, наверное, коноплю-то не очень клюют. Опа. Ужасный запах, похоже, он тут давно, бедолага. Ну, судя по состоянию тела, он тут не так уж и давно. Обыскать его нельзя, пырнуть ножом его нельзя. Даже непонятно, это он наболевал на себя или его застрелили. Ладно, в этот пруд, наверное, лучше не входить, там, наверное, блядь, гигантский человекоподобный крабы. Ну, нашел я труп, блядь, и что? Вот что? Или что? Все, пиздец, где Серега? Я не знаю. Серега? Митя! Витя! Ну, ау! Все, я не найду уже Серегу, походу. Не стоит уходить далеко, блядь. Далеко откуда, ёпты, блядь, ну. О, чекпоинт, заставка Е. Я теперь понимаю, почему тут так часто заставки, чтобы, блядь, меня Серега догонял. О, сейчас, походу, на нас что-то нападет. О, блядь. Быстро, валим отсюда. Медведь. То самое чувство, когда просто лень озвучивать крик. Серега куда-то пропал. Медведь гонится чисто за мной, да? Где он? Почему-то я его слышу, но не вижу. Не знаю, почему. Серега, ты припустил, а? Я не знал, что ты умеешь быстро бегать. Я думал, ты умеешь ходить только, блядь, обосранной походкой. Открывай, открывай, что ты ждешь, блядь? А, ну да, дверь открыть одному, вообще, не варик, надо вдвоем, блядь, ломиться. Наниматься мед... Тогда нахуй мы от него убегали. Мир постапокалипсиса туп, глуп и жесток. Это что такое? Я понял, это флэшбэк, сука. Как весело. Главный герой встает со скрипучей шконки. В глазах у него, я даже не знаю, никогда такого не видел, что у него происходит со зрением. У него режим макросъемки, блядь, включился, походу. Фонарик забрали. Блядь, спасибо Сергею Носкову за наше убитое зрение. Просто вообще отвратительный эффект линзы. Просто жесть. Над этим челом мухи летят, летают. Че его еще не увезли отсюда? Какой хоррор, боже мой, какой хоррор. А вон, видимо, и Серега вышел. Мы, наверное, вдвоем тут очнулись, короче. Снова загрузка, ёпты. К чему вообще была вот эта хуйня сейчас в больнице только что? Одному, блядь, богу известно. Богу и Сергею Носкову, блядь, который это все делал. Мы, наверное, медвежатину жарим? Нет, конечно. Мы, блядь, пьем водку и жрем консервы. Закрытые причем. Может, поведаешь, с какой целью мы путь держим? Я думал, я за тобой иду. Такой уговор, блядь. Игроку, видимо, не к чему это знать, да? Право твое. Громкость, блядь, диалогов вообще просто поражает. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Именно об этом разговаривают два мужика у костра, блядь, за бутылкой водки, да? Вот такими словами. Блядь, на этом микрофоне такая громкая кнопка мьют. Мне вот интересно, она на запись попадает, щелчки эти или нет? Вот сейчас напишите, было что-то слышно или нет? На Рейзере очень тихая была. А, вот теперь нас вводят в курс сюжета. Путем, блядь, диалога, спустя 20 минут ходьбы, взять Сергей Носков, не знаю, как у вас по отчеству. Уважаемый, блядь, я не уверен, что до сюда хоть процентов 10 от тех, кто скачал эту игру, что вот они до сюда дойдут. Вот не проще ли было вначале сделать набор картинок, блядь, и текста к ним, хотя бы? Можно без визуальных эффектов просто. Передать суть замеса. Да, нужно разобраться с вещами. У нас там аптечка, варенье, блядь, и вилки с ложкой. Надо, чтобы они не перепутались. Мне не дают никакого задания, они не говорят, что мне делать. Не пишут об этом. Медведь ушел, блядь, куда-то. А вот он. Гималайский. Непонятно, почему мы его не жрём. Ночь, луна, могильные кресты. Я уже думал, что у этого дома нет двери. Ну, судя по тому, что она нарисована поверх текста. Ой, блядь. О. Я уверен, что здесь нас ждёт много потрясающего лута. Нет, туда даже не насрали. Капец. Можно залезть наверх и попасть в дом, как Санта-Клаус, наверное, нет? Нет, по этой лестнице нельзя лазить. В любом случае, мне кажется, ночью ходить по пост-экополитическому миру, блядь, с фонариком, но без ствола как-то не очень. Давай закроем дверь. Чё, лопату как обратно? Знаменитая филиппинская техника ношения ножа в открытой руке. Чё он хочет делать, я прослушал. И понять это у меня уже шансов нет. Нужно смотреть записи, я так понимаю. Что? На моём пути встала непреодолимая преграда. Табурет. Чуть такой маленький ковёр, который напоминает о тепле домашнего очага. Ай, блядь. Ладно, пойду посмотрю, что же он от меня хочет. На записи, конечно. Где же ещё-то, блядь. Не в журнале же, блядь. Я додумал, что у Нейтана Дрейка записная книжка бесполезная, но здесь это просто, блядь, возведено. А в тройной квадрат, блядь. Как мне по... О, я похавал. Пока мой друг не видел. Хы. Реал, он сказал, что хорошо было бы воды из колодца принести, заморить червячка. Удивительно, что пить ему захотелось или жрать. В любом случае, он об этом подумал только после наступления грёбанной темноты. тупой ублюдок. Хорошо было бы принести воды из колодца. Хорошо было бы, знаешь что, понять, где здесь твой колодец, блядь, о котором ты говоришь. Потому что я так-то никакого колодца здесь не вижу. Блядь, играю в эту игру. Ну, я не переставая, зеваю просто так, что скоро у меня, не знаю, морщины сначала на лице разгладятся, а потом, блядь, щека, блядь, от улыбки треснет. Я просто в шоке. Вообще, вот это, вот это, вот это, вот это точно игра? Раньше так выглядели демки для движка для какого-нибудь. Но, вряд ли этому движку на двадцатом году его существования нужна ещё одна демка. Блядь, хоть трубы повешенные найти какой-то. Богато. Особенно у меня умиляет, блядь, газовая плита вот в этом доме, где газопровода чего-чего, а газопровода точно нету. Поэтому газовая плита успешно сосу... Успешно соседствует, блядь, на этой кухне, сука, с буржуйкой. Сергей Носков, уважаемый, блядь, вас сильно, походу, плющило, когда вы интерьер этого дома обставляли. Чё это такое? Ну, тут точно кого-то вешали, блядь. Вон, чурбачок из-под ног выбивали. Лютовал фашист, наверное. И темно тут просто пиздецкий, фонарь вообще не помогает. Почта России, о боже. По индексу, кстати, можно пробить, где действие происходит. Блядь, колодец. Вот он, колодец. Да, точно. Нужно найти ведро. А где дырка-то, блядь, в колодец? Куда ведро сувать потом? Нужно найти ведро. Нихуя такие квесты? Сергей подготовил, блядь. Ебать, колотить. Ничего себе, ведро. Ведро ночью, блядь, искать в потьмах деревни. Да ты ебанулся, что, чувак? Да-да, иконы оставили, боговеры. Как они отсюда щеманулись. Короче, я ебал. Серьезно, такие игры, где, блядь, те говорят, иди ночью найди ведро. Это надо быть ебанутым просто, чтобы такое делать. И дважды ебанутым, чтобы в такое играть. Но, если вы, конечно, обладатель, блядь, миллионного канала, как некий Black Silver, блядь, Уфа, то там уже, конечно, похуй, чем народ кормить. Можно, блядь, играть в абсолютно любое дерьмище. Я, блядь, вообще не представляю, кто смотрит эту хуйню. Тем более, зная, какой потрясающий оратор, блядь, вышеупомянутый человек, как он умеет интересно повествовать. И вот я представляю, как он проходил миссию по поиску ведра в темноте. Ебать, это, наверное, было лучшее зрелище, блядь, на этой планете. Надо обязательно посмотреть. Всем, блядь. Но, я-то, блядь, не конченый, и... Батарейки давай. Может, фонарик ярче засветит? Да, он немножко ярче стал, действительно. Для этого стоило, так сказать, батарейки. Я не то, чтобы на этой игре, на просмотрах, не особо подымусь. Я скорее, блядь, потеряю просто, ясно. Ну, во всяком случае, я совершенно точно потеряю свое время. Поэтому, я не знаю, на какой калибр геймеров рассчитывал Сергей Носков, бля, когда вот это все делал. То есть, кто, серьезно, этот человек, который будет ночью искать здесь ведро? Тут вообще нихера не видно. Я представляю, что будет на Ютубе, но, знаете, что даже я ничего не... Не стоит ходить далеко. Да пошел ты нахуй, блядь. Короче, чувак. Серьезно, блядь, найти ведро ночью. Ебануться. Ну и говно. Вот такая вот, блядь, замечательная игра 35 миллиметров. Надеюсь, все все поняли. Больше никому ничего. Вообще, квест, в котором ночью надо найти ведро, многое объясняет. Он сам за себя говорит, за всю игру сам говорит. То есть, даже если учесть, что есть локация довольно маленькая и ведро лежит где-нибудь в абсолютно тупом месте, крайне заметное, то это говорит о том, что все квесты в этой игре будут такого плана, блядь. Найди ведро ночью, нахуй. Потом, в следующем, в следующий квест, блядь, найди спички ночью, блядь, в городе. Я не знаю. Но это жесть. Это самая, блядь, настоящая жесть. Кому и зачем понадобится в это играть, я не представляю? Обратите внимание, что здесь есть ванна, которая, блядь, ни к чему не подключена, раковина, блядь, которая ни к чему не подключена. Нахуя оно все здесь стоит? Не знаю. Очевидно, что здесь нет водопровода, если здесь есть колодец какой-то. Не, ну не всегда, не всегда. Нет, почему? Если водопровод есть, то, как правило, уже стоит колонка, да? С водонапорной. То есть, к колонке подходишь, нажимаешь, вода льется. Это значит, что есть водопровод. Если, блядь, есть только колодец, это значит, что ни хрена никакого водопровода нет. Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, господа дачники, заядлые. Но, у меня-то чувачок городской, как бы, ну, у меня вот такая, мне вот так кажется почему-то. Что там в голове у Сергея Нарскова и что ему кажется, просто я не знаю. Ну вот, остался последний дом, ведро явно должно быть здесь. Что? Для писем и газет? Для песен и котлет надо было написать. Хоть юморил бы я, не знаю, что ли. Мне кажется, я был в этом доме. Это дом деревенского старосты, тут есть ковер. Я просто не ебу где-то сраное ведро, блядь, и знать не хочу. Все, пошла ты нахуй. Уважаемая игра 35 миллиметров. Из Идис моего винта, к чертовой матери. Никогда не играйте в игры от инди-разработчиков, тем более от отечественных. Потому что отечественные игры даже с большим бюджетом представляют из себя редкое говно уж инди. Какого хрена ты тут лазишь? Сорян, чуваки, бусинка совсем оборзела. Короче, все, дальше я уже не пойду в эту игру. Знаете, напоследок хочу сказать, что очень красноречиво в этой игре прозвучал вот этот монолог нашего друга Сереги, когда он у костра сидел и говорил, что люди угоняли машины и прокалывали колеса другим, запятая, чтобы быстрее добраться до госпиталя. Да, действительно, чем больше ты прокалываешь чужих колес, тем быстрее ты добираешься до госпиталя. Это старая, известная народная мудрость. Но одно, конечно, радует. Отечественный трэш по-прежнему жив и радует нас отъявленным говном. Все, пишите, жмите.